Стартовала очередная грандиозная распродажа с супер низкими фейковыми ценами 11.11, когда продавцы за пару дней сначала поднимают цены, а потом щедро демпингуют, рисуя красные ценники. Мы подготовились к этому аттракциону китайской щедрости заранее. Например, вот такая вот воздуходуйка стоила до распродажи на 300 рублей дешевле, а вот такая Wi-Fi карта вообще с июня подорожала вдвое. Но все еще интересных предложений чуть ниже рынка на Алике или Озон Глобал найти можно. Сегодня мы поговорим, какие компьютерные железки и интересные гаджеты можно заказать из Поднебесной, а что покупать в Китае даже по сниженным ценам никак нельзя. На связи МК, сегодня гайд по китайской распродаже. Поехали! Что можно брать из Китая? Разумеется, неубиваемые процессоры. Кремний есть кремний, и если камень заработал, сам собой он не умрет. В этом ему могут помочь разве что блок питания или материнка. Поэтому нет никакого смысла переплачивать за чипы в ДНС. Можно смело их брать с Озон или Али. Полный гайд по ПК на будущее мы уже публиковали, поэтому возьмем трио процессоров оттуда. Хотите сэкономить? Есть народный сокет АМ4 и шестиядерный Ryzen 5 5500, которые стоят около 7000 рублей. Сможете скинуть Озон карты или промокодами Алицену, значит немного обманули хитрых китайцев. Если душа тяготеет к синему лагерю, есть сокет LJ 1700 и отличный шестиядерный Core i5-12400F, который вполне вытянет предтоповые видеокарты. Он ощутимо дороже ряженки, за него попросят около 12 тысяч. Если нашли дешевле, поздравляю, получилось сэкономить. Ну и топ жир это АМ5 с нашим фаворитом Ryzen 5 7500F, которому по зубам даже топовая 4090. Процессор чисто китайский, в ДНС он перпендикулярно параллельно импортный, поэтому достаточно дорогой. Заказав его напрямую у Ляо, можно сэкономить под 6000 рублей. Приятный бонус, на который можно купить SSD или блок питания. Сможете урвать дешевле 14 тысяч, значит 11.11 для вас прошел не зря. И куда уж на китайской распродаже без зионов. Если ваш восьмиядерник перестал тянуть новинки, вот вам 14 ядер под LJ 2011 версии 3, всего за полторы тысячи рублей. Игры он, конечно, тащить от этого лучше не будет, да и далеко не все хуананы вытянут 150-ваттного монстра, но зато цифры в многопоточных тестах будут бить рекорды и радовать глаз. Процессор есть? Значит нужна плата. И вот с материнками есть нюансы. Предложение в стиле 90% новое, 100% протестированное, отметаем сразу. Если придет ржавая доска, спор не поможет, ведь продавец честно указал, что плата БУ. А ведь могут быть проблемы еще серьезней, вплоть до неработающих слотов памяти и сетевых контроллеров. Поэтому юзанные платы, несмотря на вкусные цены, обходим стороной. Выбор у китайцев большой. Есть соя, онда, атермиттер или просто ноунеймы. Очевидные плюсы таких плат – новый текстолит и низкая цена. Но вот в остальном как повезет. Могут быть БУ-чипсеты, сокеты или мосфеты ВРМ. Даже если последние будут новыми, качество у них посредственное. Может работать годами, а может умереть за неделю. И хорошо, если только плата. Ну и разумеется, куда без софтовых проблем. Например, на нашей тестовой плате Onda A520 вообще нет возможности выставить XMP профиль. Не ждите апдейты BIOS с поддержкой новых процессоров и исправления ошибок. Вот, например, у меня очередная дешевая китайская плата на АМ4 от Onda. Ждите обзор с интересной ряженкой на канале. Уверен, сюрпризов она подкинет нам немало. Если не хочется искать по всему интернету BIOS и гуглить на китайском варианте решения проблем, можете просто купить новую брендовую доску немножко дешевле, чем в отечественных магазинах. Единственный минус – с гарантией придется попрощаться. Но зато экономия тоже неплохая. Вот, например, простая плата Гигабайт на B650 под АМ5 на Озон стоит 13 тысяч, а в ДНС аналоги уже от 20. Шанс, что с такой платой за год-другой что-то случится низок, поэтому рискнуть гарантией можно. Теперь память. Здесь ровно то же самое, что и с платами. Есть китайские бренды, которые распаивают на новом текстолите БУ-чипы и прячут все это под простенькие радиаторы, ну и продают за копейки. Мы протестировали 7 таких комплектов, все они заработали, пусть и не с первой попытки, а некоторые даже погнались. Но все еще остается много вопросов к стабильности на долгосрок, да и чипы всегда разные. Так что в случае с памятью лучше брать новые модули от брендов. Да, будет немножечко дороже, но все еще дешевле, чем у нас в России. Неплохой комплект на 32 гигабайта DDR4 3600 от Kingston можно найти за 5000 рублей. Аналогичные планки в ДНС будут стоить минимум на 1000 дороже. При этом о гарантии можно не волноваться. Если не баловаться с разгоном, то память, как и процессоры, практически вечно. По накопителям все ровно аналогично. В массе своей, что на Али, что на Азон, продается китайская паль на БУ памяти с дешевыми контроллерами. Нередко вообще на демоплатах. Мы разбирали такие накопители в двух роликах. Лучше доплатить пару сотен рублей до любого самого простого бренда в ДНС. Это будет и качественнее, и с гарантией. Также на маркетплейсах полно подделок под брендовые решения от ВД, Samsung или Kingston. Как определить паль, что она из себя представляет, как вести спор, если все же ее купили, все это мы рассказали в отдельном видео. Но на Али есть легендарный OEM SSD от Samsung. Это фактически обычные 970 EVO или 980 PRO. Просто они предназначены для готовых решений и определяются в системе длинными некрасивыми именами. Контроллеры и память тут брендовые. Скорости, как у обычных версий, да и прошивки постоянно обновляются. Я сам пользуюсь двухтерабайтным OEM Samsung 980 PRO уже почти год. Никаких нареканий, отличные быстрые накопители. Стоят такие SSD около 13 тысяч рублей. Почти вдвое дешевле, чем ритейл-версии в ДНС. Ну а если ваша плата поддерживает длинный стандарт 22110, можно за 8 тысяч забрать фактически вечный двухтерабайтный серверный Samsung. Скорости у него будут пониже, чем у 980 PRO. Зато ресурс в 3500 терабайт записи позволит передать его как реликвию своим внукам. Также можно поискать обычные брендовые накопители, которые в Китае стоят даже с доставкой дешевле, чем у параллельно импортных продаванов в России. Майнинг Чия уже давно прошел, флэш пока еще стоит копейки, так что смысла покупать BOSSD из Китая нет. Например, за десятку можно взять двухтерабайтный Kingston KC 3000. Его можно считать конкурентом Samsung 970 EVO. На тысячу дешевле есть простой ADATA GAMIX S70. Для игр такой пойдет. Да, гарантии не будет, но это не те накопители, которые массово выходят из строя через год. Теперь видеокарты. Пожалуй, самая болезненная тема. Если вас привлекает цена 4-5 тысяч рублей за RX 580, посмотрите наш ролик о такой карте, которая пришла вся во флюсе с ужаренным чипом и гнилым вентилятором. Китайцы отлично знают, что отправляют видеокарты фактически в никуда. Возвратов и гарантий толком тут нет. С учетом того, что вам, скорее всего, придет экземпляр, который копал от звонка до звонка, если он проработает дольше года, это будет чудо. Наш вариант умер через два месяца. Это же касается и франкенштейнов с мобильным чипом на обычном десктопном текстолете. Проблемы с драйверами у NVIDIA, низкое качество этих досок и общая дешевизна комплектующих чуть ли не гарантируют проблемы со стабильностью через несколько недель или месяцев. Поэтому, если очень хотите взять карту из Китая, то только новую. Сюда входят свежие RTX 40 и RX 7000. Например, новые RX 7800 XT можно взять за 56-58 тысяч рублей, тогда как в ДНС нормальные версии минимум на десятку дороже. Аналогично с RTX 4070. В ДНС под 70 тысяч, на Озон 57, да еще и с гарантией, так как продавец крупный логистический российский поставщик. Ну и, конечно же, можно взять чудесную Intel Arc A750. Холодная стоит всего 21-22 тысячи и при этом выступает на уровне RTX 3060, которая в полтора раза дороже. Правда, далеко не во всех играх они равны и пока еще встречаются артефакты, но компания активно пилит драйвера, хвастаясь о приросте более чем в 100% в отдельно взятых проектах. Короче, такие карты для экономных ждунов. Еще можно присмотреться к китайским ноутбукам. В крупных магазинах достаточно редко продаются ноутбуки, например, от Xiaomi, хотя эта компания выпускает свои лэптопы уже больше пяти лет и по качеству их решения на уровне других больших брендов. Так что за 60 тысяч можно взять 15-дюймовую прошку, стрекая экраном, топовым восьмиядерником и игровой встройкой Radeon 780M в алюминиевом корпусе и с хорошей батарейкой. Много интересных решений предлагает Озон Казахстан. Такие ноутбуки будут и с российской вилкой, и с гарантией, и с нашей раскладкой. Например, за 40 тысяч есть Lenovo на шестиядерной ряженке с 8 гигабайтами ОЗУ. Память расширяется, экран IPS. Ну а если вас интересует портативный гейминг, можно присмотреться к консолям. Например, в DNS легендарный Steam Deck стоит от 58 тысяч рублей. Такова цена гарантии по параллельному импорту. В Озон Глобал ее можно забрать почти на 20 тысяч дешевле, а на разницу купить емкий SSD и еще останется скупить полстима. Под конец расскажу про полезные мелочи, которые в отечественных магазинах или не продаются, или стоят ощутимо дороже. Если нужно подключить ноутбучный хард или SATA SSD к ПК, не разбирая его, есть удобные переходники с USB. Стоит порядка 400 рублей. Брать лучше версию с USB 3.0, она обеспечивает скорости в 300-400 Мбайт в секунду. Увы, 3.5-дюймовые диски через него не работают, не хватает питания. Но если нужно что-то быстро перекинуть с SSD, это отличный вариант. Level Up USB-шные переходники для M.2 SSD. Их на просторах маркетплейсов море. И с кейсами разных размеров, и с USB-C, и двухсторонние. У меня вот такой, с поддержкой сразу и SATA, и NVMe. Да, без корпуса, но для тестов это самое удобное. Вообще, китайские маркетплейсы лучшие места для поиска различных переходников и плат расширения. У ПК нет USB-C. Есть PCI-Express карты с парой USB-C на 10 Гбит. Без всякого доп. питания, воткнул и заработало. Нужно установить еще один M.2 SSD, а слоты закончились. Есть готовые переходники за копейки. Только следите, чтобы было 4 линии PCI-Express. В противном случае, скорости NVMe дисков будут неполными. Занять пустующий порт PCI-Express можно Wi-Fi-картой. Благо, решения от Intel и недорого стоят, и обеспечивают лучшую скорость и стабильность соединения. С хорошим роутером карточки серии AX200 легко заменят кабель и по пингу, и по надежности. К тому же, Intel постоянно обновляет драйвера. Ну и наконец, такие адаптеры при подключении доп. питания дадут еще и полноценный Bluetooth 5. Если у вас дорогая и тяжелая карта, рекомендую купить к ней подставку. Вариантов много, есть совсем дешевые универсальные держатели, которые подгоняются под любую видеокарту. Если надоели обычные баллоны с сожжатым газом, которые быстро охлаждаются и перестают нормально дуть, китайцы давно уже придумали удобные электрические воздуходуйки. Они работают несколько десятков минут беспрерывно, выдавая одинаковый мощный поток воздуха, а стоят как 4-5 баллонов. Главное ищите версии на USB-C, а то дешевые модели нередко идут со старым microUSB. Еще на Али можно набрать себе одноразового крепежа за копейки. Вот такой большой кейс станет дешевле 500 рублей. Идеально, если комплектные болты от корпуса куда-то затерялись. Тут есть все виды для крепления материнки и блока питания и корпусных вентиляторов. Да, не стоит ждать от них отличного качества, но системник не шкаф. На один раз закрепить такие болты подойдут. Ну а что не закрепляется болтами, можно примотать синий, нет не изолентой, отрезными стяжками. Удобная штука, всегда можно один раз отмерить и семь раз отрезать нужный кусок. Спасибо курсу рубля, заказывать из-за рубежа становится ощутимо выгоднее, чем брать у ритейлеров. Тем более, что гарантия нужна далеко не для всей техники. И хотя распродажа 11.11 не первый год, не настоящая, это не мешает закупиться в Поднебесной как минимум мелочевкой за приятный прайс. Если вы нашли что-то интересное на Алике или Озоне, напишите об этом в комментариях. По традиции, если вам понравился ролик, поставьте лайк и подпишитесь, если еще этого не сделали. В описании вы не найдете ссылок на то, что мы вам сегодня показали, зато там есть наши соцсети. Подписывайтесь и читайте интересные новости в Телеграм и ВКонтакте. Меня зовут Михаил Крошин, еще увидимся, пока.